Детская площадка дошкольного учреждения «Радуга» не обновлялась с 1974 года. Элементы уличного игрового оборудования за долгие годы практически пришли в негодность. Теневых навесов от солнца и дождя, а также качель в надлежащем состоянии здесь нет вообще. Родители и воспитатели мечтают о современной детской площадке, где их малыши могли бы физически развиваться. Я хочу, чтобы у нас была горка в саду и хочу, чтобы была у нас красивая группа и чтобы у нас была красивая площадка. Играю, бегаю, занимаюсь спортом. Туннели копают очень большие только для меня. Мы играем в игру, самолеты, вертолеты. Короче, мы играем в все игры, которые нам нравятся. Сейчас в детском саду воспитывается 108 детей. Дошкольное заведение находится на балансе Министерства обороны и практически не финансируется. Благодаря неравнодушным людям в детском саду поставили новые металлопластиковые окна, которые не меняли более 40 лет. Также здесь появился физкультурный зал и 28 новых кроватей. Но остальным детям все еще приходится спать на раскладушках. Руководство детского сада отмечает, учреждения существуют благодаря помощи волонтеров, предпринимателей и родителей. Недавно одна из швейных фирм Харькова подарила детсаду ткань для постельного белья. Вскоре у малышей появится 120 новых комплектов. Давно не было обмена постельного белья. Уже все старенькое такое, поэтому это новенькое, хорошее качество, хорошая ткань очень. Поэтому и деткам оно веселое, радостное, такое хорошее настроение у деток и нам приятно. Ткань это сатин шьется. Ну, я раскраиваю получается. Получается комплект наволочка под одеяльник и простый. И вот получается, ну, уже 20 комплектов готовы уже. И по мере, вот видите, уже раскроено. Я по мере вот еще дальше буду кроить и шить. Также в детском саду необходимо заменить проводку, говорят руководстве садика. Два года назад своими силами сотрудники сделали косметический ремонт на кухне. Однако повара нуждаются в новом оборудовании. Сковорода жарочная и печки электрические. А так все нормально. Сегодня варенки линьеви и суп шаняны с мясом. Мы готовим, как дома. Все от души. Вскоре в детском саду планируют сделать капитальный ремонт санузлов, кухни и прачечной. Часть стройматериалов волонтеры уже предоставили. Но этого недостаточно. Детский сад планируют закрыть на ремонт 20 мая. При условии, что найдутся недостающие финансовые средства. А это около 30 тысяч гривен. На сегодняшний день частково уже есть будивельные материалы. То есть керамичная плитка завезена. Не вистачает там деяких будивельных материалов, чтобы распочать ремонт. Ремонт мы будем проводить властными силами. Поэтому мы имеем большую надежду на допомогу всех небайдужных. Волонтеры и родители все финансовые затраты не потянут. В свою очередь в Министерстве обороны сообщают, обеспечение детского сада напрямую зависит от получения средств на счета ведомства. Но сейчас их направляют на нужды в зону АТО. Один из выходов, говорят Минобороны, передача детского сада на баланс Чугуевского горсовета. Ксения Ручко, Дмитрий Герасимов, Объектив неделя.